И снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Чемпион мира по версии WVA Super и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился своими мыслями о поединке против Артура Беттербиева. «Это обычная ситуация, когда один из бойцов травмируется. Я просто пытался думать не слишком много об этом, держал в уме другие варианты. В итоге я их получил. Конечно, я верю, что бой состоится. Сделаю все возможное, чтобы быть к нему готовым», — заявил Бивол. Дмитрий Бивол и Артур Беттербиев должны были сойтись в ринге 1 июня, но из-за травмы Артура бой пришлось перенести. Дмитрий Бивол уже рассказал, что после небольшого отдыха вновь вернется к тренировкам и подготовке к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который запланирован на 12 октября. Сразу после победы Дмитрия Бивола над Маликом Зинадом, председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки-Аля Шиих, сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Рияде. Вот как эту новость прокомментировал сам Дмитрий Бивол. «Отличная новость про 12 октября. У меня есть задача быть готовым к бою 12 октября, и я сделаю все. Естественно, верю в свою победу», – говорит Бивол. «Никакого послания для Артура у меня нет. Мне надо сфокусироваться на своих делах, а ему на своих. Мы оба профессиональные спортсмены. Надеюсь, 12 октября мы увидим бой за звание абсолютного чемпиона». По словам Дмитрия Бивола, ему потребуется все его мастерство и тщательная подготовка, чтобы завоевать звание абсолютного чемпиона. «Я знаю, что мне надо все подтянуть, я знаю, в каких областях мне надо стать лучше. Мне понадобится весь мой набор навыков. Скорость, движение, психология, выносливость – все это будет необходимо», – отметил Бивол. В поединке против Зенада Бивол одержал первую за шесть лет досрочную победу. Он отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, а затем заметил, что Малик Зенад не переносит прессинг, слишком высоко держит подбородок и устает. «Зенад был таким, каким мы и ожидали. Скорость, наверное, оказалась у него чуть выше, но в целом все было, как мы и ожидали», – говорит Бивол про нокдаун в первом раунде. «Я просто поймал его после атаки, увидел, что он высоко держит подбородок. Я подумал, что это мой ключ к победе. И уже в шестом раунде Дмитрий Бивол почувствовал, что этот момент настал. Я чувствовал, что он устает, и ему совершенно не нравится прессинг. Он хорош в атаке, но отступать у него получается куда хуже», – говорит Бивол. «Я доволен своим выступлением. Не на сто процентов, может быть, на восемьдесят. Всегда можно сделать лучше». Выйдя на ринг, Дмитрий Бивол отправил претендента в нокдаун в первом раунде, а затем уверенно владел инициативой и преимуществом. И уже в шестом раунде потряс Малека Зина до серии ударов. И вынудил рефери остановить бой. Это стало первой досрочной победой Бивола с 2018 года после серии из девяти побед подряд решением судей. А в послематчевом интервью с Крисом Энниксом, отметившим этот момент, Бивол сказал, что никогда не сомневался в своем ударе и всегда знал, что его ударная мощь на месте. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комментарии, как считаете именно вы? Состоится ли 12 октября поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе? Также пишите ваши прогнозы на этот поединок, мне будет очень интересно прочитать. Ну а с вами, как всегда, был бойцовский канал в ударе, подписывайтесь и ставьте пальцы вверх!